Всем привет, мои дорогие! Начинаем новый влог. Я сейчас на кухне, как всегда, можно сказать, да? У меня здесь вовсю уже кипит готовка, точнее, процесс как бы близится уже к финалу. Я очень много сегодня приготовила. Кстати, хочу показать вам, какую вкуснятину я приготовила. Не знаю, видео выйдет на днях, но это, правда, очень вкусно. Это пирог, друзья, яблочный пирог. Это вот как раз-таки не совсем шарлотка, а именно пирог. Шарлотку мы привыкли все видеть такую пышную, да, что она вот, я не знаю, воздушная такая. А вот это, это очень вкусный, мягкий, сочный такой пирог. Видео будет на канале Готовим Дома. Друзья, я вам рекомендую, правда. Вот это попробуйте. Ребята, я забросила все дела и побежала монтировать видео. Очень мне хотелось показать вам действительно эту вкуснятину. Я решила, что видео лучше выпустить все-таки на канале Мастер Своего Дела. Так что, ребята, я здесь сейчас вначале сказала, что наготовим дома. Нет, на канале Мастер Своего Дела. И все, видео уже вышло. Оно как бы уже на просторах Ютьюба. Можете смотреть. Но пирог, правда, очень вкусный. Я вам рекомендую. Смотрите, показываю вам, да, что у меня за окном творится. За окном у меня вот что происходит. Гололед. Все тает. То есть, как быстро, да, у нас меняется погода. И перепады температуры, они очень резкие. Просто то мороз, то потепление. Как бы это все, конечно, тоже влияет, да, на человека. Особенно, если человек все-таки зависит как-то, да, от факторов природы. Есть такие у нас зависимые люди. Я в некоторой степени тоже, кстати, отношусь к таким. Но я не слишком сильно как бы реагирую на это. Но вот, конечно, бабушка у меня посильнее реагирует. Все-таки люди в возрасте, они как бы более склонны к перепадам погоды. Это не очень хорошо. Видите, как все тает? То есть, с крыши, я не знаю, полностью копель. Еще сейчас сидела, пока монтировала, видео делала. На другой стороне уже... Не покажу, я вам, наверное, не видно просто. Скорее всего, мне даже над окном... Нет, здесь не видно, ребятки. Но такой огромный просто, я не знаю, грохот был. И кусок снега, он просто повис там на антенне. Но, скорее всего, уже упал. Так что вот так вот, такими вот кулаками у нас падает снег с крыши. Смотрите, вот, кстати, да, вот видно, здесь у нас сарай просто, что очень много снега. И то же самое у нас, конечно же, и на доме. На крыше, имею в виду. Вот, смотрите, видите, здесь тоже по ту сторону, да, вот на другой стороне многоэтажка. И здесь вот на крыше вот так вот. То есть снег там, конечно, соответственно, тоже падает. Так что вот такие вот у нас сейчас явления происходят. Так, что еще хотела вам показать. Здесь у меня как раз-таки уже можно убирать. Это я испробовала свой функционал пылесоса. Все отлично. Но вот этот вот, получается, фильтр, который находится в нем, я его слишком мыть не стала. И мне муж сказал, что его лучше заменить на другой. Там в комплекте просто еще один фильтр есть, а этот вот пусть пока лежит. Так что этот я сейчас обратно в коробочку отправлю. А другой фильтр возьму и буду и краски им пользоваться. Кстати, вот в таком состоянии у нас сейчас пока диван находится. То есть я его разложила. Дело в том, что вечером сейчас, как бы, я занимаюсь активным лечением Дианы. В принципе, уже она практически здорова. Но делаю некоторые процедурки. Я имею в виду горчичники ставлю ей. Также ингаляции. Ну, в общем, все такое прочее. Поэтому, чтобы как бы втроемном уместиться на диване, пока мы смотрим телевизор. То есть я его решила пока вот так не собирать, а оставить так, как есть. Вот. Поэтому она у нас сейчас вот в таком состоянии, можно сказать, бардака и хаоса. Ну, что поделать. Вот сейчас она опять из школы как вернется. Роки сделает. И я думаю, что еще немножечко мы с ней пролечимся. Кстати, очень долго ее почему-то сегодня нет. Я тоже очень переживаю, как бы, этот гололед мне не нравится. Муж сказал, что с утра еще очень скользко было, поэтому вот как-то так, ребята. Сейчас я собираюсь на кухню. Думаю, что будет у меня прямой эфир. Но пока не знаю, ребята. В общем, как-то планирую. Ну, не знаю. Уборку вчера сделала такую довольно-таки большую. Поэтому уборка сегодня у меня не планируется. Как по факту, да? Вот. Но, опять-таки, какие-то мелочи, да, сами видите, нужно все-таки убрать. Вот это вот я подготовила формочки. Сейчас как подогревала мужу еду. Вот такой беспорядок. Вот эти все силиконовые контейнеры. Формочки не силиконовые, а пластиковые, да? Сейчас я их буду убирать. Туда, ребятки, наверх. Вот эти вот ящички. Чтобы они не мешались, пока я ими не пользуюсь. Наверное, вы также заметили, да, что у меня здесь вот на подоконнике бывает вот так вот. Лежат различные прихватки. Все такое прочее. Ну, потому что здесь вот как бы тепло. И сушится. Больше у меня как бы и нет здесь сушить. С одного окна в другое пришло. Но я буду заканчивать сейчас, в принципе, влог. У нас небольшой такой он получится. Цветы мои еще не завяли. Как ни странно, кстати, воду я им меняю. Вот сегодня еще не меняла. Нужно сменить. Сама удивляюсь. То есть уже, получается, наверное, неделю, но чуть меньше, да, дней пять стоят они. В общем, вот так дети идут, а Диана почему-то нет. Очень странно, да? Вот, то есть, видим, да, даже люди без шапки, получается, ходят на улице. Это, конечно, экстремально, как мне кажется. Ладно, ребятки, все, буду заканчивать. Всем пока-пока, мои дорогие. Увидимся уже с вами завтра. Не буду вас напрягать долго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok